Здравствуйте, дорогие друзья! С вами духовный психолог Фатеева Елена. Сегодня хочу рассказать свою позицию по поводу того, что пытаются отобрать у нас Киво-Печерскую лавру в Украине. Ну, не только её, все лавры и церкви уже разрушают, и что происходит. Я стараюсь смотреть на всё это всё-таки с божественной точки зрения, потому что если смотреть человеческой, то просто сердце рвётся на часть, и хочется много плакать, и каяться пред Богом, потому что, что бы ни происходило, это, конечно же, всё по нашим грехам. Однако, когда немножко приподнимаешься, то приходят некоторые такие мысли, которые полезно будет, может быть, кому-то тоже услышать. Я очень люблю книгу митрополита Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как он есть». Очень рекомендую вам эту книгу. Это глубочайшая мистическая книга познания «Человеком Бога». Таких книг очень немного. И там вначале приводятся факты из его биографии. Ему пришлось пережить две войны, Первую мировую и Вторую мировую. Он жил в 20 веке. И он никак не мог найти себе объяснение. Его душа просто терзалась, потому что он видел очень много бед, страданий, смертей. Достаточно времени это длилось. А потом его духовник посоветовал ему посмотреть на это всё не с человеческой, а именно с божественной точки зрения, то есть сверху вниз, а не снизу вверх. И когда он попытался это сделать, с молитвой, конечно же, тогда его душа успокоилась. Потому что что бы ни происходило в нашем мире, Господь Бог всё выводит нам на благо. Иначе нас уже давно бы просто не было. И то, что происходит сейчас в Украине, это война, когда Россия напала на Украину, это внутренняя война, когда собственная власть напала на Украину. И огромное количество верующих людей, которые принадлежат к Украинской православной церкви, которую больше тысячи лет они считают теперь всех предателями. Почему так? Потому что проводится параллель с Моисеем, который выводил народ из рабства египетского. Таким египетским рабством для всех, кто был в Советском Союзе, для всех народов, являлся именно вот этот вот безбожный советский строй. Когда священников просто расстреливали, верующих просто гнали, и храмы все взрывали. Так вот, для того, чтобы выйти из такой сатанинской структуры, это нужно, чтобы родились поколения, которые этого не знают. То есть очищается генофонд, и это медленно происходит. Те, которые еще это помнят, те еще продолжают бесноваться, те вспоминают, как им хорошо жилось в Советском Союзе. Некоторые страны, которые как бы вышли из Советского Союза, но продолжают там находиться, в том числе Россия, это яркий представитель сейчас, они еще продолжают жить. Хотя у них вроде бы православие разрешено, но на самом деле это все очень большая подмена, двуличие. И когда священники русские с Библии в руках оправдывают нападение на другую страну и оправдывают убийство людей, то это говорит само за себя. Но что же у нас с Украиной происходит? Мы тоже еще не вышли из этой пустыни. Мы еще изживаем остатки вот этого вот безбожного строя. И все наши президенты, за вот эти 30 лет нашей якобы независимости, они все были тоже оттуда. Поэтому страна не процветала, а страна только падала и падала все ниже и ниже, в экономическом плане, в политическом плане и, как оказалось, религиозным. И я знаю точно, что любой грех перед тем, как сгореть, он очень ярко вспыхивает. Это касается одного человека, это касается страны, это касается всего мира. Принципы одни и те же. И вот сейчас я верю, что вот такая яркая вспышка вот этого вот безумия, когда украинцы кидаются друг на друга, когда те, которые совершенно не разбираются, что такое церкви, что такое это политическое образование в виде ПЦУшной, церкви, которые продвигал Порошенко и Филарет и Епифаний, что это просто удобная карманная структура, которая никакого не имеет отношения к христианству, не признана поместными церквями в мире из 15 церквей только 4 ее признали, остальные ее вообще церковью не считают, что все таинства в этой ПЦУшной церкви недействительны пред Богом, то есть безблагодатны. Они все равно под видом патриотизма считают, что эта церковь правильная. Так вот эти люди своей поверхностной верой поручат сами себя, потому что для того, чтобы жить с Богом, нужно быть грамотным, нужно идти в глубину, нужно разбираться в богословских вопросах, и в церковных вопросах, иначе это все фикция, обрядоверие, это взять корзинку на Пасху с яичками, пойти водичкой побрызгаться и считать, что вот я верующий человек. Так в основном и происходит. В ПЦУ ходят люди, их там очень мало, но я уверена, что если бы начались гонения на ПЦУ, никакие люди бы оттуда не вышли так защищать свою церковь, как сейчас это происходит под Киево-Печерской лаврой. Так вот, вот этот вот сильнейший религиозный кризис, это Божья рука, Божье подпустительство, когда вытряхивается весь мусор на поверхность, все выходит со дна, вся тина выходит, все маски сорваны, священство, которое священством не являлось, теперь будет убегать или в продажную поцелушную церковь, или в Россию, которая на нас напала, пускай бегут куда хотят. Проявляются очень ярко характеры людей, и священников, и мирян, проявляется суть характеров, и проявляется уровень веры народа. И я вам скажу, что для того, чтобы народ вышел из подобного кризиса, достаточно, чтобы 10% населения, 10% этого народа имели здравый разум и сохраняли свою верность Божьей Церкви. Вот эти 10% — это принцип десятины, они за собой выведут остальных 90. Поэтому каждый сейчас, кто колеблется, например, я очень рекомендую разобраться, посмотреть фильм «Чёрный патриарх», как эта поцелушная церковь зарождалась. Я об этом говорила в своём видео, почему я выбрала ОПЦ. Ссылку на него оставлю. И не смотреть вот эти вот каналы пропагандистки, потому что ложь из телевизора льётся везде. Что в России, что в Украине. Но для этого есть интернет. И если вы будете смотреть, например, канал «Союз православных журналистов» или «Перший Казацкий», то там вы увидите реальное положение, потому что всё остальное – это надёрганные кадры, это смонтированное. И они выставляют это как хотят. Я в одном из своих видео тоже объясняла, что бесам для того, чтобы людей обмануть, им достаточно взять правдивую информацию и немного её исказить. И вот эта искажённая, как в кривом зеркале, картина мира является уже ложью. И вот таким образом они обманывают людей, заводят людей. И я считаю, что это может быть даже нашим благом, потому что та власть, которая сейчас у нас, она должна уйти по реке времени. Это последний всплеск вот этого безбожного советского периода. Потому что то, что они творят, это уже ни в какие рамки не вписывается, ни в моральные, ни в законодательные, а тем более в божественные законы. То есть всё, предел, мы достигли дна. И снизу уже не стучат. И вот эта вот точка, крайняя точка падения, часто превращается в точку выхода из совершенно, казалось бы, невероятной какой-то ситуации, из которой кажется, что просто вот выхода нет. Если люди в своей вере выстоят, а это сейчас и происходит, то есть проявляются очень ярко те люди, которые действительно по-настоящему верят, для кого Бог — это смысл жизни, а все остальные, пускай беснуются, всё равно они не смогут победить ни Бога, ни Его Церковь. Это бесполезно. Это даже не рассматривается. То есть что бы они ни делали, что бы бесы ни творили, как говорил святой Августин, бес даже не знает, как Бог его использует. Поэтому Господь это для нас сейчас делает, чтобы вот эта вот лакмусовая бумажка проявила кто есть кто. И чтобы люди ни в коем случае эту власть не протянули дальше. Чтобы кардинально просто поменялось всё в нашей стране. Потому что когда сорваны вот эти вот маски, то тогда уже понятно, что должны прийти совершенно новые люди. И чтобы никто уже не смог обмануть такое большое количество людей, миллионы и миллионы украинцев. Потому что ещё у этой власти благодаря войне появилась вот эта вот картинка, что мы великие освободители. На эту картинку повелись достаточное большое количество людей. Но когда они стали нападать на церкви и запрещать людям думать, молиться, верить в то, что люди хотят, это такую их личину обнажило, что надо вообще потерять голову, чтобы им верить. Поэтому я это рассматриваю как благо. Вот сейчас всё это вспыхнет, люди рассмотрят, кто есть кто, с кем действительно стоит идти вперёд и вверх, а кого надо отправить по их дороге, пускай идут по жизни, как хотят. И их жизненный путь, в общем-то, предсказуем. Потому что тот, кто беснуется, тот сам сделал свой выбор. Вот такая вот моя позиция. Сердце, конечно, плачет. И вместе с тем душой чувствую, что лавру не отдадут. Очень хочется в это верить. Дай Бог, чтобы так и было. И мы выстоим. Потому что если мы не выстоим, то нас просто не будет. Поэтому молюсь, чтобы Господь этому народу дал ещё шанс, ещё один последний шанс, несмотря ни на что, обновиться, перезагрузиться, перевернуть эти песочные часы жизни и наполнить чашу гнева, которая вылилась на наш народ, любовью, верой, делами добра. То, что сейчас мы и проявляем, как только можем. И как только вот эта вот чаша наполнится, причём каждый может поспособствовать тоже этому. Так и уйдут от нас все наши беды и страдания. Ну, может быть, не все, но больше их часть. Поэтому с верой в мой народ, с молитвой призываю всех делать всё, что вы можете, крепко стоять в вере. Есть такой хороший лозунг «Сделай всё возможное, остальное отдай Богу». Храни вас всех Бог! До следующих встреч! Продолжение следует... Продолжение следует...